Приветствуем всех у нас на канале! Сегодня в выпуске. Google выступила с комментарием по иску от Epic Games. Devolver Digital открывает новое издательское подразделение. Один из популярнейших эмуляторов Nintendo Switch закрывается, а также небольшой календарь событий на завтра, четверг, 3 октября и многое другое. Google выступила с комментарием касательно иска Epic Games против нее и Samsung. По словам представителей корпорации, заявление является необоснованным и опасным. Они отметили, что Google не оказывает давление на производителей Android-смартфонов по поводу возможности загрузки приложений в обход их магазина. Помимо этого, в корпорации сослались на заявления властей многих стран об опасности скачивания программы из непроверенных источников. Другой информации по ситуации пока не поступало. Напомним, Epic Games подала иск против Google и Samsung из-за блокировки приложений, полученных мне из магазина Google. Издатель Anapurna Interactive объявил сроки релиза физической версии проекта с трейд для гибридной консоли Nintendo Switch. Согласно официальной информации, она станет доступна в один день с премьерой цифрового порта для Nintendo 19 ноября. Напомним, физическая версия будет выпускаться в сотрудничестве с компанией Skybound Games. В набор включены игровой картридж, а также шесть полноценных художественных карт с внутриигровыми персонажами. Студия The Farm 51 опубликовала второй терреллер проекта Chernobylite 2 Exclusion Zone. В свежем видео команда показала отрывки игрового процесса, исследования мира, а также сражения с противниками, во время которых камера переносится за спину героя, позволяя пользователям лучше замечать находящиеся возле них угрозы. Также в ролике можно увидеть агрессивных монстров, появляющихся в результате объединения груд металлолома и кристаллов чернобылита. Напомним, запуск Chernobylite 2 Exclusion Zone должен состояться в 2025 году на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Точные сроки пока не называются. В студии XR Games разработчиков Hitman 3 VR Reloaded и Starship Troopers Continuum готовятся проводить крупную волну сокращений. Официальная информация появляется на страницах сотрудников компании на портале LinkedIn. В частности, по словам руководителя проектов и QI-тестера, а также художника по окружению, на данный момент сформирован список из 72 человек, которые должны покинуть компанию в скором времени. Глава IT-отдела уточняет, что под увольнение может пойти вся его команда. Официального заявления от представителей студии пока не поступало. Причины таких крупных сокращений не раскрываются, однако сотрудники предполагают, что это может быть связано с неудачным запуском Hitman 3 VR Reloaded. Издательство Devolver Digital объявило об открытии нового лейбла под названием Big Fun Games. Согласно официальному пресс-релизу, компания будет помогать независимым разработчикам в создании игр, основанных на различных фильмах, сериалах и комиксах. Главой подразделения стал Линкольн Хеджбергер, ранее занимавший ведущей должности в Westwood Studios, Electronic Arts и Twitch. В качестве первых подопечных бренда числятся такие тайтлы, как Reigns, Game of Thrones, John Wick Hex и Hellboy Web of War. Среди крупных партнеров Big Fun Games указываются Disney, Dark Horse Comics, HBO и Rebellion. Отмечается, что в целом бренд займется неанонсированными тайтлами. Об одном из них обещают рассказать до конца текущего года. Студия Seven Levels назвала сроки релиза 2,5D приключенческого проекта Kong Survivor Instinct. Согласно официальной информации, он должен появиться на ПК через Steam, Xbox Series и PlayStation 5 22 октября. В рамках анонса авторы также выпустили специальный ролик, продемонстрировав новые геймплейные кадры. Напомним, события игры будут происходить вскоре после сюжета фильма «Годзилла против Конга». Пользователи возьмут на себя роль мужчины по имени Джеймс, который пытается отыскать свою дочь в разрушенном мегаполисе. Игроки смогут использовать силу монстров при помощи специального устройства, обыскивать локации, собирать ресурсы, инструменты и оружие, решать пространственные головоломки и сражаться с противниками в лице других людей. Amazon Prime Video совместно с Blues Studio представили тизер-трейлер грядущей анимационной антологии Secret Level. В ролике по большей части показали кадры из эпизода, который будет посвящен франшизе Unreal Tournament. Напомним, всего для сериала запланировано 15 эпизодов, каждый из которых вдохновлялся различными видеоиграми и франшизами, среди которых Dungeons & Dragons, Exodus, Mega Man, God of War, Shifu, Spellnake, The Outer Worlds, Unreal Tournament и Warhammer 40.000. Помимо этого, в шоу появится серия, посвященная закрытому в сентябре шутеру Concorde. Напомним, релиз Secret Level должен состояться 10 декабря, эксклюзивно на Amazon Prime Video. Wizard of the Coast, владелец прав на вселенную Dungeons & Dragons, анонсировали линейку коллекционных фигурок по проекту Baldur's Gate 3. Изделия будут выпускаться в сотрудничестве с компанией WizKids, специализирующейся на создании коллекционных товаров по D&D. В первый набор включены 7 персонажей – из Сохший, Карлах, Астарион, Шэдоу Харт, Гейл, Уилл и Лайзель. Все миниатюрные фигурки предназначены для использования во время настольной игры Dungeons & Dragons. Стоимость комплекта составит 50 долларов. Старт продаж намечен на первый квартал 2025 года. Помимо этого, представлен набор с монстрами и существами. В него войдут 40 фигурок. Цена в составе 200 долларов. Он станет доступен для покупки также в первом квартале 2025 года. Глава студии Hi-Res объявила о проведении волны сокращений в команде. Согласно официальной информации, процедура затронет сотрудников, работающих в маркетинговых и издательских подразделениях, а также отделениях, создающих косметические предметы и системные функции. Среди них такие команды, как Evil Mojo, G&A и Titanforge. В качестве официальной причины такого решения назвали необходимость сосредоточить все усилия студии на поддержке и развитии Тайтла Смайд 2, который в ближайшей перспективе должен получить улучшение игрового процесса, новые режимы, а также повышение общего уровня качества. В то же время косметические функции и монетизация игры будут перенесены на второй план. 11-Bit Studios откладывает сроки релиза приключенческого проекта The Alters. Официальную информацию сообщило польское издание Banker.pl со ссылкой на пресс-релиз компании. Так, запуск Тайтла сместили с 4-го квартала текущего года на 1-й квартал 2025-го. В качестве причины назвали необходимость в доработке и доведении игры до должного уровня качества. Представители команды отметили, что после долгих лет разработки они хотят избежать различных рисков. Также дополнительное время позволит уделить больше внимания маркетингу. Напомним, в The Alters игрокам предстоит выживать в роли ученого на далекой планете после аварийной посадки. Для успешного существования и возвращения домой герой будет создавать альтернативные версии себя, занимающимися различными задачами. От успешных коммуникаций с клонами будут зависеть шансы на возвращение. Эмулятор Nintendo Switch под названием RueGings закрывается. 1 октября репозиторий программы стал недоступен на портале GitHub и теперь его невозможно скачать. Информацией по ситуации поделился один из авторов программы Rip & Perry Perry. В Discord-канале и соцсетях эмулятора он сообщил, что с ведущим разработчиком ПО связалась компания Nintendo и сделала предложение, согласно которому он должен прекратить работу над программой, ликвидировать организацию и все связанные с ней ассеты, которыми он владеет. В то же время Rip & Perry Perry не получил подтверждения о том, были ли все же приняты условия компании или нет. Напомним, RueGings это один из самых популярных эмуляторов гибридной консоли Nintendo Switch. Его производство длилось почти 7 лет и в нем участвовали десятки разработчиков. Ранее корпорация потребовала закрыть другой популярный эмулятор Yuzu, принудив авторов выплатить штраф в размере 2,4 миллионов долларов. А теперь короткий календарь событий на завтра, четверг, 3 октября. Star Wars Outlaws получит патч с исправлением багов и улучшениями. Состоится релиз полноценной версии проекта Hell of an Office. И тайтвилл Metal Hellsinger появится на PSVR 2 и SteamVR. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. А также в любом случае оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по сегодняшнему выпуску. Напоминаем также, что у нас есть канал в ТикТок, где два раза в день выходят короткие сводки новостей. И группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Там же есть ссылки на наши страницы Boosty и Donation Alerts, где вы при желании можете помочь в существовании и развитии канала. Мы будем благодарны любой поддержке. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч!